Привет, дорогие друзья, и сегодня у нас серия, посвященная дегустации лао-ча. Довольно-таки хорошо зашла серия дегустации как раз с этого же самого местечка, где для меня хозяин фабрики, по моей просьбе, нашел интересных чайков. Очень интересных чайков. Это лао-ча, лао-дун-фан-мы-жэнь, лао-лу-ун, один сорт у меня пэйхоу-луна. Вот у меня вскипел чайничек, и мы сегодня будем дегустировать такая слепая дегустация, то есть я не знаю ни цены, ни полного происхождения и легенды чая. Просто у меня есть чай, и мы его будем пробовать. Но один, конечно, по внешнему виду я уже сразу определил. Это лао-дун-фан-мы-жэнь, конкретно куда я сейчас наливаю, это пэйхоу-лу-ун пропеченный. А это у нас, я так понимаю, старый бао-чжун, возможно, из пенлиня, а возможно, еще откуда-то. Сейчас будем пробовать. Со мной у меня тут бригада за кадром юных любителей чая. Мы будем вместе все это дело дегустировать. Да, ароматы уже невероятны. На самом деле, этот каждый чай заслуживает такой отдельной дегустации. В общем-то, может быть только его, и уже будет хорошо. К сожалению, у нас нет возможности сейчас пропивать каждый из них в отдельности. Это замечательный аромат. Это чай, на самом деле, так называемый фейковый лао-ча, то есть просто пропеченный улун. Это лао-дун-фан-мы-жэнь выдержанный, 9 лет мне говорили, если не ошибаюсь. О, вот это что-то новенькое. Имеет нотки шанов выдержанных, имеет нотки улунов. А вот это вот похоже на лао-ча, который потом еще подпекали. Все это сейчас будем пробовать. Я не буду сейчас засекать секунды выдержки, потому что для лао-ча, в принципе, это достаточно такого заваривания. К тому же, тут все понятно без слов. Первый. Второй. Получается, у меня сейчас вот эти вот сорта, они больше всего заварились. Пока я сливал другие, они уже перестояли. Но в целом, когда уже понимаешь, что нужно ждать от чая, даже, в принципе, в перезаваренном чае, понимаешь, что там было, или когда он недозаварен. Какие-то моменты, они как бы ясны сразу. Так, ну и последний чай. Последний чай у нас с вами, это у нас пропеченный улун. Они так его называют, как правило, пэйхо улун, то есть это просто улун, который прошел обработку огнем довольно сильную. Я постарался слить довольно быстро. Так, ну что, пробуем. Ну, этот вкус незнакомый, уже, в принципе, мы, по-моему, даже брали от улун. Пропеченный, похож на, в принципе, на сильного огня, такие улунные, даже, может быть, на сези чун, там, бэй. В зависимости от того, сколько за него просят, определимся. На улун, фа-мэ, Жень, хорош. Такое ощущение, что у меня тоже привкус огня немного. Это другой, кстати, не тот, как рамболи ранее. Так, пока мы тут дегустируем, я, пожалуй, заварю дальше. Второй проливчик. Если это вообще можно назвать проливом, это скорее такое нечто среднее между настаиванием и проливом. Вопрос о том, как правильно дегустировать чай. Так, как получается, так и правильно. То есть, когда есть возможность взять детестерскую посуду и прямо сесть и часами заниматься губошлепством, это очень здорово. Но когда такой возможности нет, когда очень мало времени, приходится дегустировать самыми разными путями. Но, в принципе, все равно получается понять то, что тебе нужно. Наверное, как чай, я бы назвал их, пуголау, то есть еще недостаточно стар. Но уже приятен. У него такой еще светлый немного аромат. Но аромат, кстати, глубокий, очень хороший. Похож на баунчжуны, на северный чай Тайваня. Вот, этот интересный. Тоже, похоже, была термообработка у него. Классический лао-ча, я думаю, что, скорее всего, это что-то такое. Тоже либо отсюда, из Синчжоу, либо это из севера острова. Но это точно не те лао-ча, которые делают наньтоу. Это вот что-то именно местное. Вообще, местечковый с Тайваней, на самом деле, поражает. Потому что в каждом абсолютно уголовочке, буквально там проехал 50 километров, уже свои привычки, свои традиции. Здесь чай имел скрутку такую вот не сферическую и даже не полусферическую. Ближе к северному, наверное, к гуандунским лунам и к ваньшань-балжунам. Вот этот очень хороший чай. Конечно, Тайваней Жень. У него самый тонкий аромат, безусловно. Причем на втором проливе ушла вот эта нотка огня небольшая. Я подозреваю, что его тоже немножко прогревали. Она чувствуется во вкусе вот эта такая вот легкая шероховатость. Такая легкая, но легкая, без неприятных нот. Ну, кстати, неплохой пропеченный, очень неплохой. Судя по всему, использовали свадку 100 луна, то есть это не один сюань, потому что очень ароматный и аромат прям тонкий, именно аромат луна. Думаю, что этот чай попадет к нам точно, Тайваней Жень. Я думаю, что тоже. Этот такой имеет легкий аромат старого шена, такие прям сухофрукты какие-то. По-моему, я уже тоже обращал на него внимание в прошлый раз. Но мы его не брали. Тут довольно странное содержимое, потому что тут есть листья, такие уже почти сферментирующиеся полностью. Есть даже немножко более светлые, как будто когда чаи смешивают. Но все-таки это не тот случай. Еще надо посмотреть будет на внешний вид самого листа еще разок. Очень похож на старый шен, но с нотами лунов. Реально интересный чай. Так, ну, я думаю, третий пролив. Это будет финальная оценка. Сейчас мы еще посмотрим на Night Night Pau. То есть, насколько он заваривается. Ароматы, конечно, сейчас просто космос. То есть, вы просто можете только выдыхать эти ароматы и все. Они еще смешиваются с ароматом, который исходит от фабрички. Думфан Мэй Женя, который совсем рядышком со мной находится. Получается еще более приятно. Ну, если брать честность с лао, то, пожалуй, вот этот из Веншани, вот этот Думфан Мэй Женя, это действительно лао-чай без термообработки. Настоящий. Вот этот чай очень странный. Ну, то есть, это ишельное уловное место. Мне он очень понравился именно за свою необычность. Потому что мне нравятся необычные вкусы. Вот этот молодой чай, он точно абсолютно не настоящий лао-чай. Он пропечен и очень интенсивный настой. Вот триггий пролив, он прям дает такой прям, прям как шу-пуэр. Он такой окрас. То есть, это точно абсолютно была термообработка. И последний, это нечто среднее. То есть, тут точно этот чай выдержанный. Абсолютно, потому что там есть чиневои, которые невозможно подделать. В общем, по-моему, мы нашли два хороших чая. Два неплохих чая. И один, ну так, ничего, чай. Скорее всего, три из них у нас появятся. Один не появится. Один будет спрятан под подушку на несколько лет до лучших времен. Как мы это все любим делать. За семь я с вами прощаюсь. Желаю вам приятных чаепитий. До новых встреч. Пока.